На землю Франции Иосифа Владимир Путин приземлился в сопровождении Игоря Сечина, Сергея Шойгу, Владимира Проничева и Ильи Клебанова. Их встретил аэродром погранзаставы Нагурская. Это сообщение с официального сайта правительства, датированное 29 апреля 2010 года. Путин тогда был премьером, а Дмитрий Медведев президентом. В России так часто переводят стрелки часов, что никто и не заметил. Путин побывал в Арктике не 29 апреля и даже не 28, а почти двумя неделями раньше. Консервы. Сленг. Телевизионный. Телевизионные материалы сняты существенно раньше, чем сюжет оказывается в эфирной сетке. Лежат на полке до важного политического повода. Ставятся в новостной выпуск по сигналу от руководства канала. Новость появляется тогда, когда ее показывают по телевизору. А по телевизору ее показывают, как выясняется, когда расположение стрелок утвердил лично Путин. В новостных выпусках центральных каналов сюжет о премьере в снегах синхронно появляется одновременно со сводкой Белого дома. То есть 29-го. Вот Путин на вездеходе тайга бороздит северные просторы. Вот проходит в палатку и ученые там рассказывают ему об рялах обитания белого медведя. Вот Путин уже и сам вступает в коммуникацию с медведем. Надевает на него ошейник-голонас. А потом взвешивает медведя. Масса зверя составит 231 килограмм. Что нам нужно сейчас сделать? Это нужно, безусловно, организовать генеральную уборку в Арктике. Тогда же новость о Путине в Арктике публикуют ежедневные газеты. Тут опять нет слова «вчера». Но ведь все знают, длина новости в газете от силы два дня. Отматываем на 9 дней назад. Председатель правительства Владимир Путин выступает в Государственной Думе с ежегодным отчетом о деятельности правительства России и депутаты задают ему вопросы. Кстати говоря, я недавно посмотрел на то, что делается на Севере. Может быть, будет время, на каналах покажут. Я был на земле Франции Иосифа. Это просто ужас. Сверяемся с календарем. 20 апреля 2010 года. Как и подобает автору шпионского романа, автор позволяет читателю самому расследовать преступления. В окружении премьеры президента, а это разгар пресловутой трещины в тандеме, рождается конспирологическая версия. Президент Медведев в этот день наметил поездку в Обнинск. У него выездное заседание комиссии по модернизации. Пока Медведев рассуждает о любимом детищу Сколково, партнер по тандему надевает на Медведя спутниковый ошейник. Путин-группа – канал на телеканале, специальный редакторский отдел на ВГТРК и Первом канале, специализация сюжеты о Путине, координируется профильным сотрудником Кремля. При Медведеве президенте включает в себя отдел Медведева. Путин-группы появляются и в печатных СМИ для удобства работы в пуле. Следы консервов редко выходят наружу. Протокольные съемки президента Путина, будь то совещание или двусторонняя встреча, могут вести операторы Путин-групп, а это люди проверенные, или Кремлевская съемочная бригада. Во втором случае вообще невозможно установить точную дату и время встречи. Вот, к примеру, городской портал «Проподольск» пишет рано утром 11 октября, что президент Владимир Путин встретился с губернатором Сергеем Шойгу поздним вечером 9-го. А вот новостной сюжет Первого канала от 10 октября, он уже без даты указаний времени. Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Сергеем Шойгу, обсуждал, в частности, лесное хозяйство. Вот две фигуры в кабинете, отсутствие пейзажа в окне. Знающие люди говорят, что это и есть первый симптом президентских консервов. Записывать могут несколько встреч в день, но бывали случаи, когда президенту нужно было отлучиться на отдых в Завидово или в Сочи, записи могло хватить и дня на три. Президент может отсутствовать в рабочем кабинете, но не может быть новостного дня без Путина. Съемки встреч с губернаторами всегда показывают ближе к важным для них выборам, знают чиновники. Но почти никто не знает наверняка, когда именно губернатор прибыл в резиденцию к Путину на самом деле. Слить Путина, например, с губернатором Икс. Сленг – телевизионный. Получить съемку, сделанную личниками, то есть личной телебригадой президента. Съемка направляется в администрацию президента, перенаправляется на каналы для обязательного включения в новостной выпуск. Команда президента придумала, чтобы к Путину из регионов приезжали целыми делегациями. Человек-труда, например, маляр, представитель космической отрасли или оборонки и местный бизнесмен. Летом и в сентябре Путин принимал гостей в Сочи, и до сих пор на федеральных телеканалах ходит упорный слух, что именно тогда, на родине будущей Олимпиады 2014, и записали сразу несколько региональных визитов к начальнику. А теперь каждую новую серию просто показывают в свое время. Злоупотреблять консервами нельзя. И тем не менее, легенда гласит, что о консервах первыми узнали помощницы министров. Шеф уходил в одном галстуке, а на совещании с президентом по телевизору его показывали уже в другом. Но это мелочи, и сам президент может в один день оказаться по телевизору в разных рубашках. Удвоение рубашек. Администрация президента. Сленг. Ситуация, когда одна из встреч президента была ночной, и ее показ откладывается и совпадает с мероприятием следующего дня. Но это детали, а есть и важные вещи. Попробуем снова отмотать время. На этот раз на пять лет назад. 10 декабря. Президент России Владимир Путин встречается с руководителями четырех партий, и те выдвигают Медведева единым кандидатом на пост президента России. Владимир Путин это выдвижение поддержал. Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор. А на следующий день в 14.00 по Москве в эфире Первого канала прозвучало телеобращение Дмитрия Медведева к нации. Считаю принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти должности председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. По слухам, видеообращение Медведева – это очень недешевые консервы, пролежавшие на полке, правда, всего один день. Мало ли, а вдруг за этот день без видеопоказаний партнер передумает, и власть придется отдать по-настоящему.